ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Те, кто решил, что знают, что для России лучше, и те, кто мечтают о смене режима в России. Многие действительно из этих людей уже давно живут за границей. Форум заявлен как максимально открытый, но вот вы знаете, почему-то с российскими журналистами на этом форуме участники общаться не горят желанием. Предлагаю посмотреть фрагмент, где действующие лица. Шахматист Гарри Каспаров, светская львица Бажена Рынска, я и мой коллега Павел Зарубин. Гарри Кимович, просто можете поговорить, Гарри Кимович. Что у вас такое за... что с вами происходит? Вызывай Каспаров. Куда вы нас убегаете? Что вы делаете? Опа! Держи, держи, держи. Держи. Девушка Бажена, вы что делаете, девушка? Гарри Кимович. Полицию вызову, вызывайте. Гарри Кимович. А кто... мы сейчас вызовем полицию, вы на нас нападаете. Гарри Кимович, да просто поговорить нормально можем. Мы просто нормально поговорить можем. Все, все. О форуме мы не собираем... Мы... Акредитуйтесь. Урод. ГБ. Секундочку. Я надеюсь, слава богу, мы не в Москве. Безвыносно. А почему мы не можем просто поговорить? Это провокация КГБ. Вызовите полицию. Мы официальные журналисты. Если кто забыл, то напомним, что Зарубин – это тот самый провокатор, который отметился в Минске в 2015 году, когда во время визита Петра Порошенко выкрикивал в адрес президента Украины вопрос на тему «Не стыдно ли тому убивать жителей Донбасса?» или что-то в этом роде. Зачем ваши войска бомбят на университет, господин Порошенко? Господин Порошенко, зачем ваши войска бомбят на университет, господин Порошенко? Из столицы Белоруссии тогда Зарубина тоже выдворили. Так что создавать подобные провокации он специально обучен. Но в общении с Константином Боровым этот номер не прошел. Вашему вниманию фрагмент этого незабываемого диалога. А полный фрагмент интервью вы можете посмотреть на канале Максима Ефимова. Ссылка в описании к данному видео. У кого именно в России? Всех арестуют. Всех, кто будет обсуждать. Гаррика арестуют и будут преследующих. От того же Пономарева арестуют. А вот вы спокойно живете в России, выражаете свое мнение. Наверное, тоже законам все хорошо. Мне так кажется. Нет, не могут убить. А у Боленицова были проблемы с законом. Дело не стало полностью расследовано. Это неправда, и вы это знаете. Вы знаете, что главный заказчик не назвал. Вы знаете, что фактический заказчик Владимир Путин не назвал Стрессу. Идет время, всех назовем. Придет время, и его решение по поводу сбитого Боинга получит оценку международного трибунала и преступления против человечности в Украине будут получены. Вот то, к чему вы сейчас призываете, очень напоминает то, что сейчас происходит на Украине. Там те, кто пришел к власти, расправляются. Очевидно, наверное, вы не будете отрицать это. Вы расправляются своими абонентами. Знаете, я об этом говорю постоянно в Украине. Закон администрации не действует. А оппозиционный блок, который существует, это все вот эти самые Януковичи люди. Они остались в политической системе. Не работает закон администрации. На наш взгляд, это путь, с которым даже Россия прийти. Вот то, что на Украине творится сейчас. Обязательно, потому что этим путем прошла Чехия. И нормально развивается. Все страны Балтии прошли этим путем. Все. Те, кому не заходили. То есть, что на Украине отсекли фактически от политической жизни миллионы людей, это нормально. В чем есть миллионы людей? Ну, потому что Донбасс не участвует ни в чем. Отсекли подонков, которые... Донбасс, Гиркин, ГРУ, ПСБ... Секундочку, там же есть несколько миллионов человек. Дети, женщины. А территория оккупирована Россией. Причем здесь эти женщины-дети, которые лишены права участвовать в Путина. Мы их оккупировали. Россия. Мы оккупировали эту территорию. Заслали туда просто уголовников. Ну что, это решение проблемы. И решается проблема Путина. Мы с вами сейчас просто обсуждаем все на свете. Я хотел про конкретное мероприятие спросить. На ваш взгляд, конечная цель, зачем вот в принципе нужен этот форум, эта дискуссия, для чего? Цель дискуссии в данном случае понять, как мы можем выбраться из этого ужасного состояния, Россию может выбраться, в который ее завел Путина. Каким пути? Потому что... А в чем уже? Уровень жизни падает просто ежедневно. Больше 50% граждан уже ниже уровня бедности. Перспективы России в изоляции в полной. Перспективы экономического развития отсутствуют. Просто отсутствуют. Никто не хочет больше инвестировать в Россию. Бизнес существовать не хочет, он и мечтает. Надо что-то делать, потом... То есть у вас экономические проблемы, в первую очередь? Ну и они не решаются бесполитически. Нужно что-то делать, чтобы этот режим отстранить от власти, потому что это преступный режим. Это режим пополненно... Конституционно в любом государстве призывать к отстранению режима, можно сказать, захода. Конечно, конечно. Но вот если вы, например, находясь в Литве начнете... Вы мне хотите сказать, в любом государстве политики призывают к смене власти. Но не к свержению режима. Я не призываю к свержению режима. Это было бы замечательно, но... А власть как меняется? Она меняется только путем выборов, законов, так? Вот в тот момент, когда власть отменяет выборы, или когда выборы превращаются в фикс, как это произошло в России, этот метод смены власти становится невозможным. Последний вопрос. Мы сегодня пытались со многими вашими коллегами общаться. Алексей, я бы там тоже сказал. Очень странная реакция. Как бы ни относились вы к российским журналистам или пропагандистам, как вы говорите, но это что, дает право хватать, бить? Вот ваше отношение личностное какое-то ко мне, дает право хватать, бить, вырвать микрофон, и это демократично. Вы не журналист, вы пропагандист. Хорошо, я пропагандист, давайте с вами согласимся. И что, можно вот у меня отбирать технику? Если у вас отобрать технику, вам купят в 10 раз больше. Что вы? Тот же самый Сечин. Вы то ли заход призываете, то ли по понятию. Вы уж определитесь, по закону или по понятию. Сечин получает в день ровно столько, сколько стоят ваши все камеры. Не волнуйтесь, вам купят новые. Нет, ну просто вот интересно мне. Люди, призывающие к демократическим ценностям, в какой бы, может быть, вам неприятной для вас ситуации, вы не находились в этот момент, ну как можно хватать, применять силы? Я просто, да, извините, я за ваших коллег вас спрашиваю. Нас сегодня похватал, кто только не похватал. Нет, мои коллеги, мои коллеги, просто люди, чисто просто, я себя считаю врачом. Я общаюсь с вами, потому что надеюсь на то, что он на вас произведет какое-то впечатление, что слова, которые я говорю. Потому что мы, в принципе, ровно того же хотели, и от всех ваших коллег, которые здесь обратились. Они не могут, они молодцы. Я не такой принципиальный человек. Они не могут общаться с... А что вы рассчитываете в России, если вы не общаетесь со средствами массовой информации? Вы не средства массовой информации, ну перестаньте. Когда у нас... Вы же говорите всем, что федеральные каналы запудрили всем головы, федеральные каналы всем сюда пудрили, ну так вот, общайтесь с федеральными каналами. Вы пропагандируете. Вы не средства массовой информации. То, что я вам скажу, там, половина, там, 90 процентов. Вы просто вырежуете. Ну, я сейчас работаю не с каналом, я работаю с вами. Я пытаюсь вот лично вас убедить в том, что то, что вы делаете, это маленькое преступление, очень опасное, за которое вам лично придется... ложь, ложь, участие в пропагандистских кампаниях, распространение ложной информации. Я думаю, что... Я думаю, что... Ну, какая ложь, что вы... Ну, вы включаете в канал, и, так, по поводу Савченко, вот, то, что сейчас передается, потоки лжи, по поводу ситуации в Украине, ну, то, что вы сейчас говорили, пытались вставить в диалог, скажем... Ну, обычное, не очень нечестное, очень нечестное. На Украине нечестное, я сейчас на возле журналистов. Да. На Украине разное, в Украине разная журналистика. Есть честная журналистика, есть нечестная журналистика. А в России только одна журналистика, или то, что называет себя журналистом. Вот это было. Спасибо большое.